1 ноября 2018 года Сообщения в СМИ Правда, они были в сентябре, не сейчас, но случай сам по себе очень интересный. В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния. Частный самолет, на борту которого находился принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл. Их, видите, так и разделяют. Она все-таки Меган Маркл, а он принц Гарри. Ударила молния, пишет Daily Mail. Сообщается, что происшествие произошло в конце сентября. Супруги летели в Амстердам на самолете бизнес-класса. В то время, как в него ударила молния. Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Схип-Холл. В результате инцидента никто не пострадал. Ну, на земле, конечно, были проведены ремонт, проверка безопасности систем самолета. Сам по себе случай, конечно, довольно-таки интригующий, чтобы именно в тот самолет, где летит принц со своей африканской супругой, вдруг ударила молния. Может быть, друзья, может быть, бабка Лизавета сердится на принца, на своего внука, которого она, кстати, любила. И может быть, она именно сердится. Ведь она, как мы знаем, умерла в 2014 году, а сейчас ее заменяют двойники. Это теперь так водится во всем нашем мире. Но однако же, на самом деле, бабка Лизавета лежит в астральной каталепсии. Она вроде бы и умерла, а вроде бы и нет. Астральная каталепсия – это когда человек чувствует, видит и слышит все, что вокруг, но он абсолютно парализован. Он умер, его здесь нет. Он как бы тело одно, тело, но живое, да. Астральная каталепсия – она такая. И поэтому, вполне возможно, бабка в сердцах сгоряча молнию с небес пустила. Ведь там она много что может, находясь в астральной каталепсии. Да, она туда вроде бы как шарик поднимается в небеса. Но за ноги-то она привязана к своему телу, которое лежит в астральной каталепсии. Конечно же, на территории замка, где они проводят свои ритуалы. О, это интересная тема. Как-нибудь мы с вами побеседуем и на эту тему. А все остальные слухи, которые ходят в интернете, не верьте им. Потому что они просто не знают. Они могут догадываться. Ну, а здесь я вам такие интересные, маленькие, интригующие подробности буду сообщать. Которые, конечно же, можно получать особым способом, выходя в эфир. Ну, это, конечно, шутка. Я Таня Карацуба. Сиитбурхан. Сиитбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok